Ой, что такое, что-то далеко, как-то все. Боже, Настана, я вас не видел. Да, иногда интригу делаешь, говорит Евгеньевич. Тут как бы это, народ иногда иногда удивлять, поражать и ошарашивать, это самое важное. Чем ошарашивать будем, боже, Настана? Да вот банальные, понимаете, элементарные вещи. Что это такое? Это всего-навсего. Чиферчик. Да, такое, кажется, ну, наверное, как бы у каждого свой чиферчик есть, у кого-то разного цвета. Вот у меня с семечками, кто-то семечки курит, кто-то щелкает, а я их пью. Это льняное сене, шикарная штука, полезная для животка. В нашей прохладной, скажем так, жизни, зима пришла, в Москве уже холодно, сидишь, смотришь за окном. Мы все говорили, зима близко, да, как в Игре Престолов? Да, вообще кошмарно, особенно, когда слушаешь средства массовой информации и понимаешь, что наша дорожная служба не готова к зиме. И что порадовало? А что не готова, почему? Мне кажется, водитель не готов. Я вот только сегодня подумал, может, все-таки пора, а резина уже меняет. Ой, Дед Ильич, какая прелесть была, вот сегодня еду со своего зима в Казадрищинска, да, и нету машин. Это же просто шикарно, народ забыл, что зима, календарная зима, они переобулись, и поэтому не выехали. А для нас, скажем так, простых экспертов, все хорошо. Наша, скажем так, служба, которая занимается нашим благоустройством города, как обычно, они забыли, что дорогу нужно чистить, дороги вообще еминтарные. Самый банальный. Отчет. Где-то там в Екатеринбурге, где-то там, где уже занесло по самую крышу, они не знали, что зима придет. Вот самое пренеприятное. Как обычно, да, жилищно-коммунальное хозяйство не было готово к приходить. А они никогда не готовы. Это вообще, что они живут в каком-то своем мерке, у них свой календарь, у них там все зашибись. А я вот, как бы, знаете, я прямо даже здесь готова к зиме. Я прямо здесь, как пледики шикарные, все так хорошо, тепленько, еще бы тут что-нибудь такие, уги. И чувствуешь себя практически, скажем так, четко зима, прям отлично. Поэтому, конечно, надо пить что-то тепленькое, вкусненькое. Зимой всегда хочется поесть, представляете, какая кошмарная штука. Да, да, особенно для девушек это же вообще беда. Это кошмар, да. Как-то вот сидишь и думаешь, что такого съесть, того, что не полезно, поэтому я себя вот пытаюсь... Пьем семечки. Пьем семечки, потому что, как бы, сожрать хочется. Вот я мне, кстати, маленькая реклама, ну, ребят, ну, честно, какая-то штука, кстати, клетчатка. Так, нам заплатили за нее? Нет, не заплатили. Ну, заплатили. Это, слушайте, это я тут недавно слышал, что на ютубе надо использовать активную нативную рекламу. Вот она. Вот, все, все, да. Вообще тут какой-то набор всевозможных трав, я не знаю, очень не хочется читать, потому что, слушайте, не надо, страшное дело. Во всяком случае, просто выпить тепло, тепло, хорошо, приятно, замечательно, от этого точно хуже не будет. Иногда чай, кофе гораздо хуже. Напьетесь чая, липтун, вы считаете, что липтун зашибились? За 10 рублей чая не может быть, ребят. Да. Это смешно. Друзья мои, а вы, как я думаю, уже догадались, мы начали записывать наше ежедневное видео. Всем, кстати, привет. И, друзья мои, в сегодняшнем видео я хочу ответить на один очень тупой вопрос, который мне очень часто задают трейдеры, которые торгуют на демо-счетах. Бажана Александровна, я думаю, тоже знакома с этим вопросом. Я зачитаю прям вот полностью вопрос человека. Можно ли выйти на инвестора на Форексе при одной лишь демонстрации своего демо-счета? И по вашему опыту, сколько должно быть на депозите, ну, видимо, на демо-депозите, да, чтобы на этих инвесторов выйти? Неужели не хватает статистики на демо-счете? Вот. Бажана Александровна не может уже сдержать смеха. Да, друзья мои, ну, вот, ну, вы головой-то хоть немножко думаете, когда задаете такие вопросы. Ну, честное слово. Ну, кто вам под демо-счет когда-нибудь даст хоть какие-нибудь деньги? Ну, представьте себе, что я нанимаюсь к вам персональным водителем и говорю, что да, у меня отличный опыт вождения машинки в компьютерной игре, там, какой-нибудь Nifo Speed, да. Доверьте мне, пожалуйста, свой 222-й Мерседес и вас на заднем сиденье, чтобы я вас катал, да. Глупости под демо-счет может дать деньги только какой-нибудь полный идиот. Правильно я говорю, Бажана Александровна? Да, за все, как правило, надо платить. И надо понимать, что вы же пытаетесь получить какой-то результат. А что такое демо-счет, ребята? Это как-то машина. Так, надо так вот, чтобы это нативная реклама тоже была, чтобы было видно вот эту вот. Ну, вот эту вот штучку, которая тут сидит, да, чтобы она тоже была в кадре. Обязательно. Вы же поймите, опять же, мы когда сами пытаемся что-то делать, мы за все, как правило, должны платить чем? Своим временем, своим здоровьем. И учитывая эту маленькую банальную рентабельность, вы должны понять, что демо-счет – это игрушка всего-навсего. Вы что, мозг включаете? Да нифига. Кто-то иногда торгует на демо-счете, так посмотрел, кто-то прислал. Даже отчеты, Глеб Евгеньевич, на демо-счете, было банально. И он говорит, я 10 лотами покажу, надеюсь, на демо-счете. Нормально. А на рентах. Все же говорят, а так же с реальным счетом, равноценно ли будут риски? Он такая, я не знаю. Давайте попробуем хотя бы 100 долларов закинем и проверим вас на прочность, как вы можете. Он, ну не 10 лотами. Я говорю, так безусловно. Можно хотя бы просто начать с копеек 10 центов торговать. Если у вас, скажем так, прошибет где-нибудь, и действительно вы поймете, что вы можете. Потому что психологический момент, ребята, это на первом месте. А потом уже входит все, что необходимо для анализа рынка. Ладно, хватит уже с этим психологическим моментом. Надо, наверное, всем нашим подписчикам пожелать хороших выходных. Да, и закрываем сделки, ребят. Прибыль уже, блин, побольше 2000 пунктов. Прибыли уже у всех достаточно. А сегодня ВВП, а завтра суббота. А послезавтра, после субботы что? Воскресенье. Очередной потом, следующее начало. У нас имел фарм на следующей неделе. Ребят, готовимся, собираем деньги сейчас, закрываем сделки и оставляем эту хорошую круглую сумму на следующей неделе, чтобы их можно было... И покупаем вот эту вот классную штуку. Вот эту, да. Класс. Все, надо отрабатывать рекламу. Мне кажется, мы рекламу отработали, друзья. Всем пока, всем хороших выходных. И до встречи на следующей неделе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok